Господин Президент, большое вам спасибо за возможность встретиться с вами. Мы рады приветствовать вас, представляем телеканал Sky News Arabiya. Прежде чем начну, хочу сказать, что ваша команда прекрасно поработала над организацией встречи. Мы рады тому, что можем откровенно с вами общаться, хоть и не знаем русского языка. И я хочу знать, что мы не проговаривали точно вопросы. Хочу, чтобы все это понимали и знали. Мы ценим эту искренность. Господин Президент, вы неоднократно говорили о том, что нужно перекраивать мировое устройство. Возможно, это непростое дело. Мы понимаем, что Китай и Соединенные Штаты влияют на это. И как смотрит Россия на этот процесс? Не чувствует ли Россия себя в какой-то степени младшим партнером в ходе различных событий, которые происходят между Китаем и США? У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительны, и объём торгово-экономических связей растёт быстрыми темпами. По нашим данным статистики где-то 226-228 миллиардов, по китайской статистике где-то 240 миллиардов долларов уже оборот между нашими странами. Поэтому это само говорит за себя. Я уже много раз говорил, хочу ещё раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется. У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Вот ещё лет 5-6 назад мы с китайским руководством и на уровне правительства, и на уровне высшего политического руководства, я со своим другом-председателем Си Цзиньпинь много раз говорил о том, что нам нужно облагораживать баланс торговый. Нам нужно подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы и российская продукция промышленности в большем объеме попадала на китайский рынок и в области сельского хозяйства. У китайской стороны к нам тоже были соответствующие вопросы и по энергетике, по некоторым другим направлениям, по сотрудничеству в космосе. Вы знаете, мы всё выправляем, мы слышим друг друга. Вот если сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим, мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг к другу. И это получается. Это первое. Значит, теперь, что касается взаимоотношений между Китаем и Соединёнными Штатами. Мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между, скажем, вот здесь сидят коллеги, да, и они сразу поймут, о чём мы речи, между Эфиопией, скажем, и Египтом. Понимаете, о чём я говорю? Мы не лезем, понимаете? Мы стараемся найти какие-то, если возникают какие-то сложности, и от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем, если они возникают. И если участники соответствующего процесса заинтересованы в нашем каком-то участии, самая крупная экономика мира сегодня по паритету покупательной способности не на душу населения, а по паритету покупательной способности – Китай. Ну, это всё же штатистика. Понимаете? На втором месте Соединённые Штаты. Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше. Ну, так посмотрите, сколько населения в Китае, полтора миллиарда там, или миллиард сколько, 300, миллиард 400, да, и сколько в Соединённых Штатах. Но объём экономики стал больше. На втором месте США. На третьем – Индия. Кстати говоря, на четвёртом месте Российская Федерация. Мы чуть-чуть обогнали Японию. Значит, доля Китая является нашим партнёром торгово-экономическим номер один. Но доля России растёт, и сейчас доля России четвёртая в торговом обороте Китая. Понимаете? Это имеет значение для всех. Мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнёры с удовольствием приобретают российские энергоносители. Это самый надёжный источник России. У нас общая граница. Не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики. Кстати говоря, взаимоотношения Китая с Соединёнными Штатами. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Всё граница общая, всё. А ресурсы энергетические в России просто безграничные. А если посмотреть на отношения между Китаем и Соединёнными Штатами, вы знаете, здесь, я думаю, что штатам нужно задуматься. А вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В конечном итоге на них-то и отражается, в том числе на долларе отражается. Весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если Соединённые Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчётной единицы. Все задумались об этом. И объём использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчётах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединённых Штатов сокращают свои резервы в долларах. А с Китаем что происходит? Ну, тоже одна санкция за другой. И связано это не с политикой, это связано с ростом экономики Китая. И с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Ну, знаете, я вам хочу что сказать. Соединённые Штаты опоздали лет на 15. Они не смогут установить развитие Китая. Это невозможно сделать, так же, как вот невозможно сказать солнцу. Не вставай. Оно всё равно поднимется. Но есть объективные процессы экономического развития. Они связаны с миллионом факторов. И вот эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается и на экономике самих Соединённых Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными. А если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентоспособными в отдельной отрасли экономики. Так сложилась кооперация на протяжении предыдущих десятилетий между экономикой Китая и Соединёнными Штатами. Она взаимосвязана. Все это понимают. Но вот те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер. Но это же связано ещё и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации с Тайванем связаны. Зачем? Я часто задаю себе вопросы, когда вижу какие-то провокационные акции в одном-другом регионе мира. Зачем мне это делать? Не понимаю. Теперь фактически НАТО втаскивают, европейцы втаскивают туда, в Азию, через НАТО. И никто не хочет у европейцев спрашивать. Они вообще-то хотят портить свои отношения с Китаем, вылезать туда, через структуру НАТО, в Азию и создавать там ситуацию, которая будет вызывать обеспокоенность у стран-регионов, в том числе и Китая. Я вас уверен, я знаю, что нет. Тем не менее, их туда, значит, как на Аркане тащат, как маленьких собачек, большой дядя за собой и всё. Активизируют своих союзников, там, Японию, Австралию, Новую Зеландию, создают дополнительные точки напряжения, перемещают оружие достаточно серьёзное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и Россию угрожают. Поэтому мы внимательно смотрим за этим. Мы, конечно, не вмешиваемся, так же, как и в другие, я уже сказал, между Эфиопией и Египтом мы не вмешиваемся. Но мы, безусловно, исходим из того, что Китай наш стратегический партнёр и союзник. Китай наш стратегический партнёр и союзник.